С утра площадь Великого национального собрания была занята микроавтобусами. Транспортники припарковали их перед зданием правительства и долго сигналили. Таким образом, они выразили недовольство поправками в Кодекс автотранспорта и заявили, что будут бастовать до тех пор, пока власть их не услышит. Министерство инфраструктуры в ответ утверждает, проект поправок направлен на модернизацию сферы перевозок. По мнению пассажироперевозчиков, поправки в Кодекс автомобильного транспорта противоречат принципам Европейского транспортного законодательства и обязательствам Молдовы в международных договорах. Кодекс автотранспорта – важный закон. Думаю, один из наиболее важных законов Республики Молдова имеет абсолютную релевантность ЕС. То, что делает господин Спы, но это пытается избежать процедуры и обязательств, которые на себя взяла Республика Молдова, чтобы продвинуть схему, предусмотренную в рамках этого кодекса. Пассажироперевозчики также недовольны тем, что местные власти, согласно поправкам, смогут принимать решение об открытии или изменении регулярных маршрутов пассажирского транспорта. Мы недовольны несколькими пунктами. Статья 40, если не ошибаюсь, в которую внесут поправки, позволит немедленно отзывать маршруты. Год назад нарушений не было, разрешение продлевалось автоматически. Впрочем, слова охотливы были не все, а некоторые заявили, что пришли на протест поддержать. Я пришел поддержать и фермеров, и транспортников. Говорят, что что-то не в порядке. А вы знаете, что именно не в порядке? Нет, я не вникал в суть, не могу высказать мнение. Министр инфраструктуры и регионального развития обвинения отверг. Он отметил, что на самом деле поправки вносят по просьбе перевозчиков. Я не понял, в чем заключаются их требования, кроме того, что они хотят, чтобы все оставалось как есть. Но мы не можем оставить все как есть, пока люди хотят транспорт с улучшенными условиями. Они обвиняют нас, а в итоге не говорят, чего хотят. И говорят неправду. Все сделано для того, чтобы они могли продлить свою лицензию. Тем более, что они должны знать. Что касается продления лицензии, мы сделали то, что они просили. Именно так, как предусматривает европейское законодательство. Спустя два часа протеста перевозчики уехали. Пригрозили вернуться, но когда не уточнили. Проект поправок в Кодекс автомобильного транспорта правительство одобрило две недели назад. Помимо прочего, он, как отмечали в профильном ведомстве, предусматривает сокращение бюрократии. Кроме того, билет на проезд будут выдавать в виде кассового чека или в электронном формате. А районные советы получат право утверждать тарифы на проезд на уровне района. Пассажира-перевозчики утверждают, что новые правила ставят их в невыгодное положение. Завтра в парламенте проект пройдет процедуру голосования в первом чтении.